Пусть оформят у нотариуса бумагу, что не будут предъявлять претензии к врачам, губернаторам, правительству и президенту. Предложение для антиваксеров от профессора Леонида Рашиле, который считает, что те, кто сознательно отказываются от прививки, при этом не имея никаких противопоказаний, должны нести ответственность за принятое решение самостоятельно. Такое мнение президент Национальной медицинской палаты озвучил в личном блоге в Твиттер. Те, кто отказывается от вакцинации, не имея противопоказаний к ней, пусть оформят у нотариуса бумагу, что не они. Не их родственники не будут предъявлять претензии к врачам, губернаторам, правительству и президенту предложил доктор. Чем руководствовался, понятно. Реанимации переполнены, медработники выгорают, однако критикам вакцинации все нипочем. Так что кроме того, чтобы переложить возможные последствия на самих антипрививочников, Рошаль призвал и к более радикальным мерам. А именно озвучил идею об уголовном наказании за подстрекательство против вакцинации. Инициатива, конечно, жесткая и даже наверняка больше эмоциональная, чем законодательная. И тем показательнее реакция антиваксеров. Они выступили единым фронтом против известного на всю страну врача. Уже накатали сотни комментариев, после которых стало очевидно, никаких авторитетов для них вообще не существует. Разве станет человек разумно оскорблять того, кто спас тысячи детских жизней. И не только детских. Угрозы, попытки уязвить словно комки грязи, летящие из стана антипрививочников. Достать до цели, правда, не смогли сам Леонид Михайлович, пишет, что давно не обращает внимания на Хейт. Из пространства реального звучат слова поддержки. «Я поддерживаю уголовного наказания, благо и статья за фейки предусмотрена в Уголовном кодексе», говорит Роман Силантьев, деструктолог, глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора. Надо честно признать, что те люди, которые призывают отказываться от прививок опаснее террористов и людей, они убили гораздо больше. Конкретно за подстрекательство к отказу от прививки в Уголовном кодексе наказания нет. Но есть возможность привлечь к ответственности тех, кто распространяет фейки, в том числе о вакцинации от коронавируса. Наказание до трех лет. А для юрлиц миллионные штрафы. По поводу предложения Леонида Рашеля это может быть и крайняя мера. Но вот мы уже обсуждали этот вопрос, я таки предлагаю, что нужно штрафовать таких антипрививочников. Которые так призывают и имеют антинаучный подход, что подрывает доверие к вакцинации, считает Леонид Агуль, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Пусть платят большие штрафы за распространение ложной информации. Одни строчат гневные посты против доктора, который не только в операционных людей спасал, но и заложников выводил из захваченного террористами центра. Другие врачи, скорой, например, забывая про еду, дни с ночами путают из-за нагрузки. И как на фронте, зачитывают письма родственников порой единственную связь пациентов с внешним миром. Не до телефонов. Мы тебя очень ждем домой, пишут родные. Мы тебя ждем домой. Переворачивайся аккуратно, чтобы трубочку не зажать. Очень волнуемся и переживаем за тебя любим, целуем, обнимаем крепко-крепко, ждем домой. В Минздраве отмечают подавляющее большинство тех, кто болеет в тяжелой форме, непривиты. И свою убийственную лепту в это вносят те, кто активно убеждает других не вакцинироваться. У нас основные конспирологи сосредоточены в США и Западной Европе, отмечает Роман Силантьев, деструктолог, глава правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Они, исходя из сведений, слухов, псевдорасследования на сайты свои собирают истории, а потом на русскоязычные сайты агрегаторы конспирологов переводят самые сенсационные разоблачения. И дальше они в нашу среду попадают. По словам социологов в России прослеживается поляризация, четко сложились два лагеря, кто за прививки и кто против. Последние становятся все более агрессивными и активными в соцсетях. Эти фейки, этот вал информации будет всегда. Это такая отрыжка глобализации информации, уверен Андрей Милехин, доктор социологических наук, президент исследовательского центра Ромир. Да надо ставить фильтр и сетку, чтобы оттуда не доходили экстремистские одиозные воззвания, которые могут провоцировать общественные потрясения. Даже в этой ситуации надо разные аргументы людям применять у кого-то взывать к чувству самосохранения, для кого-то надо вспоминать историю, что в детстве мы все привиты, нет у нас непривитых. Но даже простые факты иногда не желают слышать. Массовая вакцинация, например, в Британии снизила смертность от ковида в 28 раз. В Швеции почти в 14 раз. Имеющий уши да услышит. Вот только для многих куда привлекательнее агрессивные высказывания в адрес прививок и тех, кто пытается спасти, призывая вакцинироваться. Продолжение следует...